На этих архивных фото Щелковский химико-механический техникум, в народном фольклоре получивший название «Химдым». Здание было построено больше 60 лет назад, но до сих пор остается одной из архитектурных доминант города. Техникум готовил технологов и механиков для химической промышленности страны. С 2014 года это структурное подразделение номер 4 Щелковского колледжа. 1 февраля учебный корпус открылся после капитального ремонта. Мы абсолютно оставили тот облик архитектурный, который был у этого здания, потому что это очень важно. Здание у нас с 1957 года в эксплуатации, поэтому как для нас, так и для жителей нашего района это абсолютно важно. Было оставить тот облик, который имело всегда это здание. На церемонию открытия прибыли партнеры Щелковского колледжа, они же работодатели его выпускников. Среди них представители таких крупных компаний, как Мособленерго, Щелково-Аграхим, Мособлгаз, Май, Русская Бакалейная компания и других. В числе почетных гостей также представители администрации округа и депутаты. Я от всей души хочу вас поприветствовать от имени главы городского округа Щелкова Андрея Васильевича Булгаркова. Сегодня долгожданное событие. Сегодня один из наших самых лучших колледжей Московской области, нашего Щелкова, открывает свои двери в новом здании. С праздником! Спасибо губернатору Московской области и всему правительству. У нас действительно сегодня большой в городе праздник. В Московской области ведется масштабная программа капитального ремонта учебных заведений, это школ, детских садов. И вот, наконец, Щелково-Первая ласточка – это здание учреждения профессионального образования. Мы давно это ждали, об этом мечтали, я думаю, и преподавательский состав, и ребята. И давайте подборные аплодисменты, наконец-то, откроем здание скриптурного образования номер 4! Итак, что же внутри? Экскурсию по учебному корпусу провела для гостей директор Щелковского колледжа Флора Бубич. Здесь учатся 570 студентов очной и заочной формы по специальностям. Эксплуатация электромеханического оборудования, электрические станции, сети и системы, технология органических веществ, эксплуатация промышленного оборудования. На время капремонта ребята занимались в других структурных подразделениях. Хочется сказать спасибо всему коллективу структурного подразделения 5 и 6, которые на время ремонта почти год принимали ребят из этого структурного подразделения, потеснились, предоставили им свое здание, не роптали, как говорится. Но капремонт здания – это лишь один из этапов выхода Щелковского колледжа на новый уровень развития. Мы уже рассказывали летом прошлого года, что колледж стал ядром образовательного кластера «Топливно-энергетический комплекс» федерального проекта «Профессионалитет». В рамках проекта система профессионального образования объединяется с работодателями для подготовки кадров по их запросу. Эффективность этого тандема в значительном повышении уровня материально-технической базы, учебных заведений, совершенствовании программы обучения и участии в этом самих работодателей. Проект, в который вошел и капремонт базового учебного корпуса СП-4, финансируется за счет федерального гранта, регионального бюджета и средств работодателей. Ремонтные работы велись уже с расчетом на то, где будут развернуты новые мастерские, уникальные лаборатории, какое оборудование будет в них установлено. Педагоги все контролировали. Каждый угол, каждый момент, тот, который как в кабинете нужно было, скажем, передвинуть ту или иную стену или сделать то или иное какое-то помещение, которое должно быть под оборудование, которое мы будем закупать под профессионалитет, это очень было важно. На этапе того, где и как оно будет стоять. Первый этаж у нас весь будет под профессионалитет, и поэтому каждый угол мы очень внимательно к этому относились. Запуск проекта «Топливно-энергетический кластер» запланирован в Щелковском колледже на начало будущего учебного года. Кстати, появится на территории колледжа и учебный полигон для будущих газовиков и энергетиков. А педагоги колледжа не перестают благодарить строителей компанию МБ Инжиниринг из Санкт-Петербурга. Не просто выполнили все очень качественно, от полной замены кровли и инженерных систем до современной отделки, но и смогли органично совместить эту отделку с ретроэлементами, например, историческими люстрами. Повезло, как говорится, очень хорошая компания нам досталась. МБ Инжиниринг сделали все очень качественно, и на уровне проекта, и сами строительные работы, и стройматериалы. То есть мы полностью довольны. И вот еще один подарок от строителей. Они тоже приехали поздравить педагогов Щелковского колледжа с открытием учебного корпуса. Безумно счастлива, знаете. Ну, я-то до открытия, естественно, была в этом здании, все видела. Но когда я сегодня увидела на перемене глаза детей, их вот это удовольствие, радость от того, что они теперь учатся в таком учебном заведении, это самая большая благодарность. Счастливые глаза преподавателей, когда они подходят, говорят спасибо. Ирина Микеда, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.